Значит, Кенетеру. Здрасте, Вата. Ух ты, кто нам пишет. Знакомы ли вы с работами Райнер? Да я читал книжку, да. Каков, по-вашему, вклад эмуляции обрабатывающей промышленности с возрастающей отдачей и жесткого тарифного регулирования в богатство стран? Надо понять, что это придумал, конечно же, не Райнер. Собственно говоря, такой масштабный пересмотр идей рекордианских идей по поводу свободной торговли. Он начался, конечно, задолго до Райнерта. И здесь, пожалуй, стоит вспомнить, в первую очередь, Боумоля, например, да, вот у него там есть по этому поводу. Он Боумоль или Баумоль? Не помню, как его правильно зовут. Боумоль или Баумоль, может быть, или, может, еще как-то. Вот, у него была в 2000 году, сейчас я даже найду точное название этой работы, если найду. Вот, он, секунду, я даже вам найду, наверное, цитатку на это еще раз. Я найду цитатку вам на эту. Я найду. А у меня тут где-то была сохранена. Да, 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 да. Это Боумоль и Баумоль в 2000 году Global Trade and Conflict in National Interest. Ну, опять же, и они не были первыми, но я быстренько тогда зачитаю цитатку на этот цитатку. Значит, если коротко, то у Рикарда, я не буду сейчас подробно говорить, Рикарда доказывал, его, в общем, доказал, что при постоянных предельных издержках торговля между двумя странами всегда будет взаимовыгодной. При постоянных предельных издержках. Вот, если так по-простому. Но, значит, что пишет Боумоль? В отличие от Рикардианской эры, ну, Рикарда, точнее, Рикардо, как говорил один мой знатный оппонент, знаток по истории экономической мысли. Так вот, Дэвид Рикардо, известный английский экономист, он жил в начале 19 века. Ну, что пишет, что по поводу этого, пишет Стивен Роуч, как раз вот недавно читал его книжку большую, и оттуда как раз цитата, которая подойдет на этот счет. Ну, на самом деле, Боумоль здесь был, Боумоль или Боумоль, я так не помню, он не был первопроходцем, на самом деле, это идеи очень близкие к идеям Кругмана, за которую дали ему на Блёвскую премию. Ну, неважно, давайте я сейчас прочитаю. В отличие от Рикардианской эры, когда расширение масштабов хозяйственных единиц в преимущественно деревенском и сельскохозяйственном мире ограничивалось законом убывающей доходности, что это означает? Это означает, что чем больше вы производите, тем больше у вас издержки на производство еще одной единицы. Действительно, если у вас простое сельское хозяйство, то чем больше вы будете производить, тем более худшие земли вам придется использовать, и тем дороже будет одна единица произведенного. Ну, или, например, вы, не знаю, добываете уголь. Сначала вы будете добывать его на самых прибыльных шахтах, на самых высокопроизводительных шахтах, а потом, по мере увеличения объема выпуска, вы будете задействовать все более и более и более худшие шахты, которые есть у вас в распоряжении. В современном мире все устроено наоборот. Если вы будете пытаться производить микропроцессоры партиями по 100-200 штук, то каждый микропроцессор, да, там, значит, современный, у вас будет не то, что золотым. Там золото по сравнению с его ценностью вообще не будет ничего стоить. Один этот микропроцессор будет стоить, там, не знаю, миллионов 10 долларов или что-то около того, да. Вот, но если вы производите их не партиями по 100 штук, а если вы производите их партиями, там, по миллиард штук, да, на заводе, да, у вас завод производит, там, не знаю, 100 миллионов этих процессоров в год, то каждый процессор будет стоить, ну, не знаю, сколько там он будет стоить, там, 30 долларов, 40 долларов. То же самое касается всего остального. Если вы будете пытаться производить автомобили вручную, да, ну, это можно, конечно, но для этого у вас автомобиль должен стоить, как Феррари или, там, как Бугатти или еще как-то, да. Если вы хотите производить массовый автомобиль, то вам, конечно, потребуются конвейеры и большие масштабы производства. Тогда каждая единица будет у вас все дешевле и дешевле. Чем больше у вас завод, грубо говоря, тем меньше издержки на производство одной единицы. Из этого правила есть, ну, не будем, опять же, вдаваться в подробности, но, в общем и целом, да, в современном мире, это мир с положительного эффекта масштаба. Чем больше вы производите, тем дешевле каждая следующая единица. В то время как мир начала 19 века, мир все еще аграрный, по большей части, это мир, значит, с положительного эффекта масштаба. Чем больше производите, тем дороже каждая следующая единица. Так вот, что пишет Стивен Роузь, да, с принятием этой простой предпосылки, элегантная, рекордианская, элегантная и релевантная, рекордианское решение сильно усложняется. В начале 19 века, когда уровень обеспеченности ресурсами и другие факторы производства оставались в основном постоянными, теория сравнительных преимуществ позволяла получить одно оптимальное или взаимовыгодное решение для государств, участвующих в трансатлантической торговле. Или, по словам Гомори и Баумоля, это было уникальное состояние устойчивого равновесия, автоматически выбранного невидимой рукой. В современном крупномасштабном мире подобного уникального равновесия не существует. В каких отраслях, как автомобилестроение, производство компьютерного или телекоммуникационного оборудования, вот я, кстати, я цитаты не прочитал, а уже угадал, какие будут примеры, естественно. А также фармацевтика, но вот про фармацевтику не угадал. Огромные начальные сдержки, включая затраты на исследование и разработки, в сочетании со сборочными линиями поточного производства, указывают на возрастающую доходность от расширения масштабов. То есть чем больше вы производите, тем дешевле каждая единица по отдельности. Гомори и Баумы, ну, общие издержки, естественно, растут, но каждая отдельная единица становится дешевле произведенной. Гомори и Баумы называют такие отрасли способными сохранять силу, то есть длительно существующими. Это, в свою очередь, указывает на масштабируемость диапазона разнообразных торговых конфигураций между странами. То есть нет какого-то единого равновесия, к которому пришла бы торговля, если бы ей дали возможность свободно восстанавливаться. Нет, такого единого равновесия нет. Равновесие зависит от того, значит, как у нас будет распределяться, какая у нас будет государственная политика, в том числе и многое другое. Собственно, то, что делает Китай сейчас, он стремится добиться для своей, китайское государство, стремится добиться наиболее высокой позиции вот в этой возможной конфигурации. То есть такого равновесия, в которой Китай будет занят в секторах наибольшей добавленной стоимости. Ну, в частности, вот сейчас у них начался микропроцессорный бум, когда буквально сотни компаний перепрофилируются на производство микропроцессоров. Поскольку Трамп, значит, ограничил поставки самых новых микропроцессоров в Китай, из США и Тайваня, да и из Южной Кореи на самом деле тоже, то китайцы сейчас объявили главной задачей своей промышленной политики наладить выпуск, собственно говоря, микропроцессоров. Так вот, дальше пошли. Значит, возникновение множественного равновесия, то есть ситуации, когда мы можем из одного равновесия переходить в другое, значит, благодаря какому-то внешнему давлению, означает возможность врожденных конфликтов между большим количеством вероятно имеющихся решений, а также связанных с ними конфликтов между странами, поддерживающими масштабируемые исходы в данном диапазоне. На самом деле, если посмотреть на конфликт Китая-США, это примерно о том же самом. Китай хочет добиться такого равновесия, если говорить этим языком, в котором он будет иметь самую высокую производительность труда, самую высокую добавленную стоимость и все прочее. США не хотят позволить ему добиться такого равновесия и хотят сохранить свое лидерство в ключевых отраслях, таких как самолетостроение, таких как производство микропроцессоров, тех же самых. Ну и некоторые другие. Фармацевтика, да, то есть они хотят, чтобы Китай не смог конкурировать с Соединенными Штатами в этих ключевых отраслях, которые обеспечивают, собственно, американское технологическое лидерство в мире. Да, ну то же самое касается, например, технологии искусственного интеллекта. Да, сейчас американцы предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы не дать возможность китайцам закупать разработки в сфере искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. К чему я это все говорил, я понятия не имею. Про что я все это говорил сейчас, я даже близко не помню. И этот вопрос у меня потерялся. Я уже очень долго говорил, поэтому еще искать вопрос будет очень долго. Значит, пишет Лаврентий Геббельс. Если ваша теория эффекта масштаба верна, спасибо, конечно, что она моя, но она, мягко говоря, не моя. Вот, почему Швейцария богаче Германии или США, Сингапур богаче Японии, Швеция, Франция, ОВА богаче Саудии? Что-то не складывается. Нет, здесь исторически идет о том, что все 10 миллионов шведов должны работать на заводе Вольво. Значит, здесь все намного сложнее. Чтобы получить ответ на этот вопрос, лучше всего попытаться поискать, они есть в интернете, пересказы ранних работ Кругмана простым языком. Вот там, собственно, все это и сложно. Можно просто поискать, сейчас под рукой нету, но можно.